В единственной русско-молдавской гимназии города Ватра решили закрыть несколько русских классов. Причем объявили об этом накануне учебного года, когда родители и дети не были совершенно к этому готовы. Если сейчас еще будет подражание на маршрутке, то конечно будет долго. Так что у меня кроме него еще трое учатся здесь в школе. Поэтому придется забирать и старшего ребенка из русского класса, и чтоб возил в город младшего. Педагоги здесь отличные. Отличные педагоги. И не работают так, как в городе за деньги. Здесь дополнительный улет учитель математики. Нужно дополнительно с детьми заниматься, занимаются. Учатся дети отлично. Сейчас старший внук закончил и пошел учиться в техникум строительный. Я не знаю, что с Иваном Георгиевичем. Меня возмущает то, что делает он сейчас. Нагло заставляет русскоязычных идти в молдавский класс. Говорят, или вы пойдете в молдавский класс, или вам здесь делать нечего, ваше место в России. Это единственная гимназия и культурный центр бывшего села. Дети в ней обучаются как на русском, так и на молдавском языке. Решение примарии города, связанное с оптимизацией расходов на образование, вызвало недоумение не только родителей и учеников, но и простых жителей. Ирония заключается в том, что в группу первоклашек, обучающихся на государственном языке, набралось 14 человек. В русский же класс поступило 12 школьников. Несмотря на несущественную разницу в 2-3 человека, решение местного консилиума закрыли русские 1, 7 и 12 классы. Также уволили преподавателей. Во все времена школа являлась культурным, таким духовным центром, куда стремились люди. У нас действительно красивая, светлая школа, но в итоге мы остаемся, вот сегодня 5 сентября, мы практически остаемся не у дел. Родителям предлагают отправить детей в молдавские классы, тем самым не оставляя возможности родителям, согласно 35-й статье Конституции, самим выбирать язык обучения в связи с отсутствием в городе других образовательных учреждений. Граждане не могут позволить себе обучение в столице, так как это требует больших расходов, которые малообеспеченные семьи, представляющие собой большинство, не могут себе позволить. В борьбе против дискриминации родители и местные советники с намерением решить этот вопрос направились в примарию города Ватра. На основании заявления пяти советников от 4 сентября 2012 года, одна треть попросила примара созвать заседание совета, что было оговорено на 11 часов 5 сентября. Примара закрыта, зал заседания местного совета также закрыт. 11 часов 5 сентября закрыта. На часах у нас 10 часов 47 минут. Дальше. Можно пройти в бухгалтерию узнать, в бухгалтерии, если есть где-то примара. Давай, да? Вназер. Да почему-то сегодня в доме Бобейка, примар. Когда примар не созвал совет, в местном публичном управлении группа из пяти советников созвала заседание на 11.15. По причине того, что зал и приемная были закрыты, примар Бобейка создал невозможность проведения заседания. Созвать заседание не удалось, а попытка дозвониться до примара Иона Бобейка была тщетной. Пока родители и советники решали, что делать дальше, из города Кишинева вернулась жительница города Ватра. Ну вот, я веду ребенка с 11 лицея. Сегодня на дорогу я потратила 19 лет. Это как выгодно, подсказывается на бюджете или нет, если каждый день тратить под 19 лет, чтобы отвезти и привезти ребенка со школы. Заходишь в кабинет к примарю, Иван Георгиевич, вот будете открывать русский, первый русский, я шафары. Что это значит? Я что, к нему домой пришла на блины? Я же не к нему домой пришла. Он на своем рабочем месте. Для чего его выбирали? Чтобы служить народу. Он русских ненавидит, он их презирает. Для него это второй сорт. Вот ребенок пошел в первый класс. Вот такой сюрприз. Все пошли в класс вчера, а эти, как бедные сироты, остались на площадке. Потому что он сказал, что первый не будем открывать. Эта двобейка просто вор. Мы все свидетели самоуправства примара. Мы с родителями не собираемся отступать и будем отстаивать свои права и дальше. Начиная с сегодняшнего дня. Складывается впечатление, что оптимизацию спутали с ассимиляцией и борются не с сокращением расходов на образование, а с системой обучения на русском языке. У нас остались и сном многодетные, малообеспеченные семьи. Естественно, что они не смогут оплачивать проезды. Дети просто останутся дома. И это опять же та же наркомания, то же воровство, те же грабежи, не знаю что. И в общем, конечно, мы переживаем. Не только из-за того, что мы остаемся без работы. Нам просто жалко наших детей, которые остаются без будущего практически. Действительно, проблемы малокомплектны. Школы существуют. Но в то же время решение таких сложных вопросов, как закрытие школы, где учатся представители национального меньшинства, может повлечь за собой серьезные проблемы. Нужно задуматься, какое будущее может ждать детей, не получивших начальное образование. Субтитры создавал DimaTorzok